МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, коллеги. Здравствуйте. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить важные вопросы, которые интересуют наших читателей и телезрителей. Андрей Валерьевич, у прокуратуры особые полномочия и свой перечень задач. Какие из них самые важные? Что удалось сделать прокуратуре Чувашии в прошлом году? Какие достижения, направления вы можете выделить? И какая работа в ведомстве в приоритете сейчас? Вопросы приоритетов расставляются президентом страны и генеральным прокурором. Также это приоритеты, они определяются указаниями и распоряжениями генерального прокурора Российской Федерации. Поэтому работа в целом спланирована. Есть приоритеты определенные, на которых мы в первую очередь обращаем внимание. Это, конечно, поддержка незащищенных категорий населения. Это дети-сироты, обеспечение жильем детей-сирот. Безусловно, это оказание медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции. С этим все столкнулись. И сложно проходил этот период. Как бы не только для бизнеса, населения, в принципе, для всех. И мы тоже работали в условиях с определенными ограничениями. Наших сотрудников это тоже как бы не миновало. 55 сотрудников переболели коронавирусной инфекцией. Но, слава богу, как бы все обошлось. Переболели в легкой и средней форме. Тяжелых форм у нас не было зафиксировано. Недавно подводили итоги работы за 2020 год. В целом могу сказать, что коллектив прокуратуры республики сработал достаточно эффективно. Несмотря на вот эти ограничительные мероприятия, которые, как я уже говорил, коснулись всех. Было выявлено более 47 тысяч нарушений закона. Более 15 тысяч должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. Восстанавливались нарушенные права и детей-сирот, и обманутых дольщиков. Удалось, что касается обманутых дольщиков, этой проблемы в республике, удалось ввести в эксплуатацию 3 дома. И более 500 человек реализовали свое право на получение жилья. Мы очень плотно занимались проблемой обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем. У нас эта проблема в республике стоит очень остро. У нас в очереди более 2000 детей. 1400 из них уже имеют право на предоставление им жилья. Мы мерами прокурорского реагирования добивались увеличения бюджетного финансирования. Мы контролировали расходование бюджетных средств. К сожалению, не все бюджетные средства были освоены. Часть бюджетных средств пришлось вернуть в республиканский бюджет и в федеральный бюджет. Мы защищали права детей-сирот и предъявлением исков в интересах тех детей, которые наиболее остро нуждались. Таких исков было заявлено 180, 150 исков по судебным решениям. 150 судебных решений было исполнено. На сегодняшний день в службе судебных приставов находится на исполнении еще 116 судебных решений, которые, я думаю, в этом году мы добьемся их исполнения. И эта категория получит то жилье, которое им обязано предоставить по закону. Мы занимались и другими категориями, и другими направлениями. Это, конечно, задолженность по заработной плате. Мерами прокурорского реагирования нам удалось погасить задолженность перед 4,5 тысяч работников на 72 миллиона рублей. На сегодняшний день эта ситуация находится на постоянном контроле. И хотя сейчас у нас определенный рост наблюдается, такая тенденция к росту, но она контролируемая, мы постоянно смотрим на эти вопросы. Сейчас она составляет около 60 миллионов рублей. Надо сказать, что практически, наверное, больше 40 миллионов – это предприятия банкроты. Здесь очень сложно разбираться. Предприятия прекратили свою деятельность. Мы работаем с конкурсными управляющими, уже из конкурсной массы стараемся восполнить. У нас очень серьезная была проведена работа в плане поддержки предпринимательства. Мы следили за снижением административного давления на бизнес. Исключили из списка проверок практически каждую четвертую. Из 10 тысяч проверок, которые контролирующие органы планировали провести, практически каждая четвертая проверка нами не согласована. Мы участвовали во всех обсуждениях вопросов поддержки предпринимательства и давали свои рекомендации. Нас слышали. Этот вопрос тоже плотно занимаемся. Опять же, исходя из этого вопроса, на постоянном контроле прокуратуры республики находятся вопросы исполнения государственных и муниципальных контрактов. Практически к концу года у нас не было задолженности по муниципальным и государственным контрактам. На сегодняшний день она составляет порядка 15 миллионов. У некоторых юридических лиц мы над этим вопросом тоже работаем. Есть понимание, есть механизмы реализации. Я думаю, что в ближайшее время мы эту задолженность погасим перед бизнесом. Мы занимались, конечно же, и вопросами противодействия преступности. К сожалению, у нас произошел небольшой рост преступности на 6%. Из категории преступности у нас раскрыты все убийства, практически все. У нас раскрыты все причинения тяжкого телесного повреждения, изнасилования. Все, что касается тяжких, особо тяжких преступлений против личности, у нас совместно с правоохранительными органами очень неплохая эффективность. Что беспокоит? Это у нас дистанционное мошенничество. То есть мошенничество с использованием информационных телекоммуникационных технологий. Здесь у нас рост существенный на 53%. Очень много пострадавших жителей республики. Есть определенные результаты, но, конечно, абсолютные цифры высокие. У нас рост произошел где-то с 1800 до 2500 фактов мошенничества. Это очень много. Они очень тяжело раскрываются, потому что эти схемы тщательно готовятся. Как правило, используются разовые схемы использования сим-карт, банковских счетов, банковских карт на подставных лиц. Но, тем не менее, определенные результаты у нас есть. Рост раскрытых фактов такого дистанционного мошенничества у нас с 400 до 600 в республике все-таки есть. Расследуется три уголовных дела в отношении организованных преступных групп, которые этим бизнесом преступным занимались. У нас направлено в суд уголовное дело по организованной преступной группе из жителей Украины и Узбекистана. Они занимались мошенничествами на сайте Авито. У нас межрегиональная группа, тоже организованная преступная группа, которые занимались предоставлением в наем жилья. Всего у нас три организованных преступных группы задержаны. По двум из них дела уже закончены и направлены в суд. Работа по остальным делам продолжается. Это, конечно, рост на 20%, больше 20% в сфере незаконного оборота наркотиков. Тоже большой процент, тоже совершается дистанционно, очень часто с использованием несовершеннолетних, которых втягивают в эти процессы. Здесь тоже есть определенные результаты работы. Но в целом, вот эти два основных направления, которыми мы серьезно занимаемся, держим в поле зрения, они нам дают основной прирост преступности как таковой. Еще из направлений, на что мы обращали внимание и что находится в поле нашего зрения, это, конечно, рост смертности. Рост смертности в республике, по сравнению с прошлым годом, почти 23%. У нас в республике умирает, к сожалению, больше, чем рождается детей. Это, конечно, связано и с ситуацией, с пандемией. Никуда мы от этого не денемся. Но здесь есть проблемы и в первичном звене здравоохранения, мы это видим. Все-таки прокурорский надзор, он нацелен на то, чтобы в первичном звене, чтобы была доступна и квалифицированная медицинская помощь. В целом, прокуратура занимается всем спектром вопросов, все, что касается и все, что беспокоит граждан, все, что происходит в стране, конечно, в проекции на нашей республике. Очень много граждан обращаются в прокуратуру. Больше 45 тысяч обращений мы получили и рассмотрели. По сравнению с другими субъектами, эта цифра большая. Скажу для сравнения, из того, что я назвал, вот эти основные моменты. Мы все-таки работаем, у нас коллектив небольшой. У нас всего в прокуратуре трудится 382 сотрудника. Из них оперативных сотрудников только 292 на всю республику. Поэтому вот с таким объемом задачи мы справляемся. Я считаю, что прокуратура, коллектив и прокуратура республики, в принципе, этот год прошел достойный. Есть определенные результаты. Я считаю, что нам за свою работу не стыдно. Действительно, прокуратура охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Я сейчас предлагаю перейти к частным вопросам. К нам в редакцию в адрес прокуратуры поступило более 40 вопросов от телезрителей и радиослушателей. Один из них от пенсионера из Батаревского района. Я предлагаю посмотреть. Петр Шмулин, живущий в Батаревском районе, всю жизнь проработал в колхозе. 23 года и 10 месяцев непосредственно в коллективном хозяйстве. 13 лет и 5 месяцев на предприятии «Батаревская райсельхозтехника». Занимался ремонтом и обслуживанием тракторов. Пенсионер не может получить прибавку к основной пенсии в размере 25% за работу в сельском хозяйстве 30 и более лет. Ремонтом и обслуживанием техники колхозов и соухозов занимались только предприятия системы сельхозтехники на договорных началах. Это контролировалось управлением сельского хозяйства райисполкома, согласовывались верхними органами власти. Я прошу разобраться, мне отказали выплачивать 25% надбавку, так как в этом перешне, в этом пункте нет, сказали, системы сельхозтехника. Так как я работал 13 лет 5 месяцев, работал в Батаревской райсельхозтехнике по ремонту и обслуживанию сельхозтехники колхозов и совхоза на договорных началах. Вот здесь общие лица, занятые обслуживанием и ремонтом сельхозтехники есть, а предприятий сельхозтехники нет. Вот на это ссылаются. А единственным предприятием являлась сельхозтехника по ремонту техники колхозов и совхозов. Что здесь можно сказать? Действительно есть постановление правительства, которым утверждены надбавки для лиц, которые проработали более 30 лет в сельском хозяйстве. В этом постановлении очень жесткий перечень работников и должностных лиц, на которых эта надбавка распространяется. Там жесткий перечень предприятий, поэтому, в принципе, пенсионные органы, они, конечно, как правоприменители, буквально толкуют эту норму закона. И если это предприятие, на которое ссылается, не относилось к категории сельхозпредприятий, тогда, конечно, наверное, отказ обоснованный. Но мы готовы еще раз вернуться к рассмотрению этого обращения, направить это обращение в наш адрес. Мы еще раз проверим законность принятого решения и заявителю, который этот вопрос интересует, мы дадим мотивированный ответ со ссылками на нормы права. Спасибо, Андрей Валерьевич. Коллеги, вам слово. Наталья, пожалуйста, ваш вопрос. Да, Андрей Валерьевич, я бы хотела в первую очередь поблагодарить лично вас и сотрудников прокуратуры за то, что вы не только оперативно реагируете на возникающие проблемы и ситуации, но и готовы биться до конца, отстаивая права граждан. Один из наиболее ярких примеров в прошлом году была ситуация с чебоксарским ветераном Александром Кулагиным, которому пенсионный фонд отказал в президентских правительственных выплатах ко дню победы. Вот вы пошли в суд и готовы были идти в апелляцию, в касацию, то есть до конца. Но сейчас разворачивается история с другими ветеранами, ему 95 лет, и так называемые газовики установили ему оборудование, которое дало газовую протечку. То есть в худшем развитии ситуации это могло повлечь человеческие жертвы. Вот на какой стадии сейчас расследование уголовного дела, и каков алгоритм действий для граждан, когда к ним стучатся какая-то коммунальная служба очередная? Да, действительно, такой факт имел место. Мы по нему организовали проверку. Действительно, к пенсионеру 95 лет пришли сотрудники, представились сотрудниками газовой службы и сказали, что необходимо заменить оборудование. Вот взяли за это с него деньги, по-моему, 2600 рублей. Деньги, кстати, мы вернули пенсионеру, как бы, вот они были возвращены. Но это такой вот факт тоже своего рода мошенничества, когда недобросовестные исполнители, по сути, здесь можно эти действия квалифицировать как предоставление услуг ненадлежащего качества. Тем более это связано с такой сферой, как газовое хозяйство в многоквартирном доме. Это действительно были поставлены под угрозу жизни и жильцы не только этой квартиры, но и всего дома. Что в плане рекомендации, как бы, вот для таких ситуаций, смотрите документы, проверяйте, как бы, у всех на квитанциях, когда вот за эту услугу, там есть телефоны дежурных служб, просто позвоните, сделайте звонок. Телефоны есть сейчас у всех. Сделайте звонок просто вот по указанному там телефону и уточните, выдавалось ли наряд на работу вот в этом доме, действительно ли там проводится проверка и исправности, и замены газового оборудования. Если вам не подтвердят, то не стесняйтесь, звоните в полицию, вызывайте сотрудников правоохранительных органов. Вот, просто введите себя более, ну, не надо, к сожалению, такое время, что на слово верить. Надо перепроверять. Очень много фактов мошенничества, причем страдают люди вот именно такого пенсионного возраста, которые вот становятся, к сожалению, жертвами недобросовестных людей. Внимательнее относитесь к этим предложениям. Ну, вот продолжая тему мошенничества, вы уже говорили о том, что рост мошенничества произошел наполовину, и в полиции заявляют, что жители Чуваши одни из самых доверчивых в России. Называют эту тему номер один. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать, в том числе, может быть, на законодательном уровне, чтобы поставить заслон мошенникам? Я тоже присоединюсь, минуточку, к этому вопросу, потому что у нас поступило тоже достаточно много вопросов от телезрителей именно на эту тему. Но тема интернет-мошенничества не сходит с повестки дня уже несколько лет, достаточно много времени. И люди интересуются, можно ли принять на законодательном уровне какие-то кардинальные меры, или все-таки с этим будут бороться только правоохранительные органы. Потому что, опять же, здесь в зону риска попадают те же самые доверчивые наши пожилые люди, которые теряют сотни тысяч, бывают и миллионы. И вернуть эти деньги очень сложно правоохранителям, чаще всего практически даже невозможно. Я бы не сказал, что Чувашская республика как-то выделяется в этой категории преступлений по Приволжскому федеральному органу и в целом по России. Это в целом очень распространенная категория преступлений. Принимались меры и на уровне руководства МВД, создавались специализированные подразделения, которые занимаются именно... Они же разрабатывают, анализируют практику, они же и предлагают профилактические меры. Что хотелось бы пожелать телезрителям? Все-таки надо, наверное, более внимательно относиться к тем предложениям, которые поступают. Ни один банк, ни одна сотовая компания не работают по телефону. Поэтому если к вам поступил звонок с незнакомого номера, лучше просто не брать трубку. Потому что люди работают подготовленные, они начинают делать звонки с одного номера, с другой. И создается впечатление, что там работает целый колл-центр. А иногда это, к сожалению, так и бывает. Есть такие факты, что целые незаконные колл-центры работают только для того, чтобы личные данные, персональные данные, данные банковских карт у человека, чтобы он их озвучил. Очень внимательно сейчас пошла тоже такая форма мошенничества, что создаются сайты, внешне очень похожие на сайты банков, где человек заходит, делает какие-то операции, какие-то транзакции проводит. Потом его данные используются и происходит списание с его банковских счетов. Все-таки я считаю, что здесь, ну, это не первый год, это не новая форма мошенничества. Просто меняются более изощренные формы, более технические, как бы вот эти подготовленные. Люди начинают этим заниматься. Поэтому просто внимание, еще раз внимание, ни с кем не общайтесь, ни с кем не обсуждайте и не решайте никакие проблемы ни с банками, ни с сотовыми компаниями по телефону. Если вам поступил такой звонок, поблагодарите за звонок, скажите, я приду в офис и мы с вами все как бы обсудим. Тем более у категории пенсионеров, которые к этому попадают, ну, все-таки есть свободное время и они могут как бы этим. Вот, тем более банки никогда не занимаются. Хочу предостеречь всех, никогда не называйте номеров своих счетов, пин-коды, которые вам поступают, как бы. Вы просто убережете себя от мошенничества. Спасибо, Андрей Валерьевич. Владимир, вопрос от главного редактора газеты «Советская Чувашия». Андрей Валерьевич, недавно состоялась годовая коллегия прокуратуры Российской Федерации. На ней присутствовал наш президент Владимир Путин. Хотелось бы узнать, какие новые поручения были озвучены на этот год или на дальнейшую работу. Какие, может быть, на что по-новому обратить внимание, просил он и руководство прокуратуры. Ну и в год пандемии, карантинные условия, но Владимир Владимирович все равно нашел время, появился на заседании. Вот как вы к этому отнеслись, как ваши коллеги, прокуроры, субъекты Федерации тоже к этому отнеслись? Ну, само присутствие президента на годовой коллегии в Генеральной прокуратуре – это уже большое доверие, это уже оценка, высокая оценка проделанной работы. Он отметил те результаты по многим направлениям, которые достигнуты. И в целом, как бы, его пожелания были, ну, мы это расцениваем как указание, как требование. Это, конечно, в первую очередь защита социальных прав граждан. Это рассмотрение заявлений, это погружение в проблемы рядовых граждан, потому что денег выделяется из бюджета достаточно. Это реализация национальных проектов. То есть люди на местах должны ощутить, что есть эффект, что в стране меняется к лучшему. Конечно же, борьба с преступностью. Но в целом, вот категории направлений, то есть это поддержка бизнеса, снижение административного давления на бизнес, работа в условиях пандемии, все, что социальные выплаты поручил, не допускать удержания каких-то вычетов из тех выплат, которые получают работники, в том числе, которые работают в условиях ковидных госпиталей, тем, кому положено. То есть весь спектр задач, которые, ну, может быть, просто где-то расставлены акценты чуть-чуть на этот. Но в целом, как бы, все, что говорил президент, все будет исполнено. Это все будет дополнено в проекте решения, которые мы получим, и мы, безусловно, эти все поручения исполним президенту. К сожалению, коллеги, Андрей Валерьевич, в нашей сегодняшней встрече мы не можем обойти тему коррупционных преступлений. Не раз такие новости транслировались и на нашем телеканале. Коллеги об этом писали не раз. Возможно, коллеги добавят свои вопросы по этой теме. Я хотела бы задать такой достаточно узкий вопрос. Несколько лет назад на законодательном уровне ввели возможность изъятия в доход государства имущества госслужащих, если они не могут доказать, на какие деньги они приобрели данную недвижимость или какие-либо другие вещи. Часто мы слышим, что изымались в доход государства имущества ряда экс-руководителей, даже субъектов Российской Федерации, которые являются фигурантами уголовных дел. Какова практика в Чувашии и были ли такие случаи в нашем регионе? Да, это новелла в законодательстве. Она уже несколько лет. Практика нарабатывается. И в этом году мы создаем свою региональную практику. У нас есть такой прецедент. Я обратился с исковым заявлением об истребовании дорогостоящей квартиры именно у человека, который привлекается к ответственности за совершение ряда коррупционных преступлений. Решение было принято Ленинским судом в марте. Иск прокурора удовлетворен. Квартира взыскана в доход государства. Но поскольку еще решение не вступило в законную силу, я не буду озвучивать фамилию. Кому интересно, это решение вынес Ленинский районный суд. Зайдите на сайт суда и уточните. Я просто не буду в прямом эфире более подробно рассказывать об этом. Но такая практика в республике уже сформировалась, и мы будем ее расширять. То есть это не единичный случай данное дело? Работа эта налажена. То есть мы проверяем доходы и расходы должностных лиц, которые попадают под категорию, которые обязаны декларировать свои доходы и расходы. И если у нас возникают сомнения, мы организовываем соответствующие проверки. И если должностное лицо не может объяснить происхождение вот этого имущества, это, конечно, повод для того, чтобы пойти дальше и изъять его в доход государства. Мы такую практику, безусловно, будем нарабатывать. Первый шаг уже сделан. Спасибо. Владимир, ваш вопрос. Я хотел как раз обратить внимание тоже по поводу того, что сейчас у нас декларационная тема начинается. И у нас ежегодно, даже не вопрос, а просто как некое обратить внимание на то, что депутаты разных уровней начинают переписывать на супруг большие-большие и лодки. У нас ни в одной, наверное, республике нет женщин-жен-охотников с большим количеством машин. Мы, как редактора газет и информационных агентств телевизионных форматов, мы за этим будем следить тоже. И я думаю, что мы всегда получали комментарии по разным вопросам от прокуратуры. Это интересное время весна. Вопрос мой касается районов. Дело в том, что и в редакцию тоже обращались, и мы это видим. Происходит вроде бы нормальный процесс, ротация прокурорских кадров. Но в районах он происходит как-то очень интенсивно. То ли они очень хорошо работают, их быстро забирают на какие-то территории. Но есть проблема в том, что к прокурорскому надзору люди в районах не могут привыкнуть. Все равно, потому что человеческий фактор... Понятно, что есть система работает, но человеческий фактор, он все равно присутствует. Люди свою какую-то создают, скажем так, по-своему работу. Смысл такой. Как вы прокомментируете, что вы ответили бы жителям района, которые жалуются за такую смену быструю? И наверняка существуют какие-то параметры. Все ведь по правилам идет. С одной стороны есть система, а с другой стороны жители говорят, оставьте нам этого прокурора. Он же хорошо работал. Интересный вопрос. Интересная подводка. Привыкнуть к прокурорскому надзору, я, конечно... Ну, вообще, прокурорская служба, она не зря службой называется. Потому что мы люди в погонах, и это заложено в законе о прокуратуре, о том, что прокурор города или района назначается на срок 5 лет. Я, назначенный в республику, прокурором республики, указом президента, у меня тоже написано, что назначен прокурором республики на 5 лет. В дальнейшем есть такое, как бы, право продлить полномочия еще на 5 лет. Но это предельно, как бы, все, кто больше 10 лет, они подлежат ротации. Ничего не вижу плохого, как бы, в сменяемости кадров, в ротации кадров. Сам уже, как бы, Чувашия для меня третий регион, поэтому я, как бы, сам, как работник прокуратуры, как бы, с этим отношусь, с пониманием. И я обязан выполнять те требования закона, в первую очередь, которые на меня распространяются. Что значит привыкнуть, опять же, к прокурорскому надзору? Может быть, конечно, в небольших районах какие-то отношения складываются, как бы, и действительно, прокурор, если он исполняет, добросовестно исполняет свои обязанности, то, наверное, как иногда есть такая фраза, прокурор с человеческим лицом, наверное, когда хороший прокурор, наверное, ну, расставаться с ним, наверное, не хочется. Потому что есть человек в районе, к которому можно обратиться с проблемой, и проблема будет решена. И неизвестно, кто придет, и так ли быстро он войдет в ситуацию, как бы, вот. Но, тем не менее, у нас идет ротация достаточно большая. И в республике у нас назначены, как бы, прокурорами районов в прошлом году семь человек. Вот у нас произошла, это идет ротация по возрастающей, люди делают карьеру, это тоже, как бы, зачем здесь людям препятствовать. Если человек эффективно работает на каком-то участке, смог наладить прокурорский надзор, у него все нормально по состояниям законности, почему мы не можем доверить ему участок с большим объемом. То есть это, в принципе, как бы нормально. Все люди, даже сельских районов и прокуроры в том числе, они хотят работать... Ну, в республике жители проживают компактно, и все хотят работать в больших городах, а лучше в Чебоксарах. Это тоже не секрет. Некоторых мы забираем в аппарат, наиболее подготовленных. Ну, я считаю, что это правильно, что человек для того, чтобы, скажем так, рассматривался на назначение на прокурора района, он все-таки должен поработать в аппарате, понять требования, понять организацию надзора по различным направлениям деятельности. Чем более он универсальный будет, как бы человек, как специалист. Я думаю, он просто, ну, в профессиональном плане он более зрелый будет. То есть он более эффективно сможет работать как бы на месте. Поэтому в целом эта тенденция, она есть, она будет, и я считаю, что она правильная. У меня просто продолжение, Андрей Владимирович. А вообще, вот я, кстати, сколько интервью брали тоже, да, и с вами мы встречались до Нового года. А вообще вакансии на прокуроров есть? Есть, да. Сейчас у нас вакансии трех районных прокуроров, вот, кандидатуры отобраны. По двум кандидатурам документы уже согласовало Управление по Приволжскому федеральному округу, они уже ушли в Генеральную, и по третьей кандидатуре мы документы уже тоже направили. То есть мы эти вакансии стараемся заполнять, причем делаем основной упор на кадры местные. Поэтому если кто-то в районе хороший прокурор переедет в город, я думаю, что вы должны ему просто пожелать успехов в дальнейшей работе. Такой интересный вопрос. На самом деле хочется присоединиться мне тоже к коллеге и спросить ваше мнение, Андрей Валерьевич. Как вы считаете, люди все-таки пока еще больше боятся сотрудников прокуратуры или видят вас защитников? Вы считаете, 45 тысяч заявителей, которые обратились, они все боятся. Я думаю, все-таки они ждут от нас поддержку и понимания, и где-то какой-то реакции на нарушение закона. Все-таки этот барьер все равно он когда-то был, сейчас, на данный момент, наверное, он пройден, да, уже? У нас разные формы есть, особенно вот это в условиях пандемии. Мы же и в режиме ВКС принимаем, как бы у нас, и можно к нам на горячую линию обратиться. И в электронном виде, то есть можно же не обязательно записываться на личный прием, хотя люди этим пользуются достаточно активно. То есть мы открыто для диалога. Можно даже, если человек, скажем, ну не хочет по каким-то причинам, есть, скажем, проблема, но он не хочет, как бы, он может обратиться в СМИ. И мы тоже, как бы, если вы поддержите, и это где-то на эту проблему обратите внимание, мы, конечно, ее отработаем, проведем проверку и примем меры, если там действительно допущено нарушение закона. Как раз-таки наши телезрители очень надеются на вашу помощь и на то, что вы разберетесь. Очень много вопросов у наших телезрителей по поводу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЭК-центр. Посмотрим сюжет. Иван Иванов проживает в деревне Малая Бехшихи Канажского района. За вывоз мусора по этому адресу платят исправно. А в Янтиковском районе у него есть дом, который достался по наследству от бабушки. Там никто не проживает, но квитанция за вывоз мусора приходит ежемесячно. Разбирательство с рекоператором ЭК-центр ни к чему не приводит. Справки сельских поселений в городе, это от коммунальной, наверное, хозяйства, они, ЖКХ, они не принимают. Ссылаясь, вы будете платить хоть в трех местах, хоть в четырех местах, если у вас по наследству собственность осталась. Значит, не только где вы проживаете, и другие, где-то у вас собственность есть, везде будете платить. И начали счета предъявлять. У меня уже накопилось более тысячи рублей. И почему-то еще ежемесячно мне не 50 рублей, у нас в деревне 50 рублей, а 100 рублей предъявляют. Сейчас уже бумажки есть, начали присылать там, ссылаясь на постановление правительства от 2011 года, что они сейчас судебным приказом, значит, с нас зыщут. Представительские расходы 5 тысяч, другие расходы транспортные, плюс судебные расходы и так далее. Уже говорят, что скоро будем суд подавать. Я здесь живу, здесь прописан, я мусор выбрасываю только за себя, одного человека. Если у меня даже по наследству в трех-четырех местах есть, в других областях, может, мне кто-то, значит, мои родные, может, мне наследство оставили. Я же везде не могу платить, я там не выбрасываю, там не живу. Я считаю, мои законные права нарушаются. Чтобы свои финансовые трудности пополнить, они хотят снять деньги с населения. Вопросы к экоцентру есть у многих жителей республики. Рядом с той же деревней Малой Бекшихи многодетным семьям выделили участки, на которых нет никакой инфраструктуры – газа, воды, электричества. Нет пока и самих домов, но квитанции за вывоз мусора уже приходят. Вот мы сейчас стоим в поле, в этом поле. Земельные участки переведены, введены в границы населенного пулка, в это поле. Около 400 участков. Здесь, значит, выделили 65 участков для многодетных семей. Жители Малобекширского сельского поселения, многодетные семьи, у которых 3 и более детей, здесь получают, собственно, земельные участки для строительства индивидуального жилого дома. Вот с 2021 года вот этим владельцем земельных участков региональный оператор начал присылать квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Откуда здесь, в чистом поле, у человека коммунальные отходы собираются? Вот. Чистое поле. А люди, вот, многие платят. Вот вроде сейчас вопрос решается, не решается, не могу сказать. Вот у нас у соседей дочка получила земельный участок, и она вот, мать у них, оплатила. Чтобы проблем не было, скандала не было, когда они еще дом построят? Для того, чтобы начать строительство дома, здесь надо сначала инфраструктуру построить. Почему в чистом поле, за земельный участок, человек должен платить за вывоз мусора? Что можем здесь мы ответить телезрителям? Ну, действительно, много жалоб поступает на действия регионального оператора. Вот. Они действуют в рамках постановлений правительства. Действительно, если у нас человек имеет в собственности несколько квартир или несколько домов, то по постановлению правительства, если это частный дом, он должен заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов с каждым домом. Если это квартира, то собственник должен этим заниматься. Даже если никто не проживает там? Даже если никто не проживает. Ну, если у человека в собственности он получил на наследство дом, он же ведь платит налог на имущество, его же как бы никто не освобождает от этого, хотя он там не проживает. С квартирами там такая ситуация, что там в любом доме есть места общего пользования, и поэтому собственник квартиры, даже если там не проживает, он обязан определенную сумму отчислять на содержание, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов. Что касается взыскания полтежей за непостроенные дома в чистом поле, я считаю, что это нарушение законодательства, потому что там действительно как бы у собственника дома есть обязанность заключить, если дома нет, соответственно, такой обязанности нет. Вы сказали, у вас много таких обращений, вы направьте все в мой адрес, мы по каждому каждое заявление проверим и дадим мотивированный ответ, и примем мер реагирования. Спасибо, Андрей Валерьевич. К нашему разговору присоединились и представители общественных организаций, к ним очень часто тоже обращаются люди с различными жалобами. В Чебоксарах, практически во всех районах города, стали появляться так называемые граффити в последнее время, которые призывают молодежь, подростков к распространению наркотиков. Если они раньше хотя бы выглядели немножко по-другому и не всем были понятны, то сейчас конкретно четкие контакты есть. И очень многие родители переживают, что некоторые подростки и молодежь в погоне за легким заработком могут все-таки поддаться на эту рекламу и вступить в преступное сообщество. Смотрим сюжет. Вот такие рисунки с призывом взять к себе в команду и дать возможность зарабатывать подросткам и молодежи все чаще появляются на стенах домов, магазинов, в парках и скверах. Те, кто откликается на такие объявления, поневоле попадают в преступное сообщество и становятся распространителями наркотиков. А дальше уже трудно что-либо исправить. Многие родители сегодня, к счастью, не догадываются, что означают вот такие граффити на стенах. И может быть, это и хорошо. Но потом некоторые родители хватаются за сердцем, вызывают скорую, когда к ним ночью приходит опергруппа с обыском из наркоконтроля или ФСБ. Некоторые неокрепшие юные умы ведутся на рекламу тех, кто вербует себе новых продавцов наркотиков, так называемых закладчиков. И у нас очень большая проблема. Такого граффити стало очень много в нашем городе. Мы это наблюдаем и принимаем сообщения от граждан каждый день. Десятки, сотни новых рисунков на стенах появились. Что делать, мы не знаем. Самим закрашивать, скорее всего, нельзя. Это тоже можно расценивать как вандализм. А вопрос, что делать, очень долго остается открытым. Что делать? Да, это серьезная проблема. Вообще она гораздо шире. Это попытки втянуть молодежь в деструктивную деятельность. Это мы видели с вами и по другим сюжетам. Что касается конкретного вовлечения в распространение наркотиков, конечно, это преступление. Есть отдельный состав за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Такая практика есть тоже. Что касается граффити, вот этих изображений, они, безусловно, должны быть закрашены, удалены. Этим должен заниматься либо собственник этого помещения, строения, на котором это граффити расположено, либо управляющая компания, если это жилой дом. На это реагируют. Чаще всего, иногда есть всякие антинаркотики, тоже общественные. Обращение идет со стороны представителей общественных организаций. То есть есть неравнодушные люди, которые этим занимаются. Я думаю, в такой алгоритм действий должен быть следующий. То есть надо необходимо срочно сообщать в управляющую компанию, лучше в правоохранительные органы, тогда мы примем меры. Здесь ведь нужно выявить и тех, кто эти надписи наносит. То есть на сегодняшний день надо просто на эту проблему посмотреть более пристально, если это действительно на сегодняшний день стало в полный рост. Есть у нас и система «Безопасный город», надо посмотреть по камерам. Есть алгоритмы раскрытия тех, кто этим занимается. Конечно, это идет вовлечение в незаконное распространение наркотиков. Они же не говорят тем детям, которых вовлекают, и они даже не говорят размер санкции. Это вообще особо тяжкое преступление. Там лишение свободы предусмотрено до 15 лет. И поэтому они же не объясняют, что молодой человек может лучшие годы своей жизни провести в местах лишения свободы и на этом поставить просто крест на своей. Что касается действий родителей, конечно, надо с детьми разговаривать, вообще детей надо больше контролировать. У нас проблема с этим, серьезная проблема. У нас 33 суицидальных попытки за год. У нас 7 оконченных суицидов несовершеннолетних детей. Да, там разные проблемы. Там есть проблемы с родителями, есть проблемы с одноклассниками, есть разные по каждому факту, но это много. Это значит, называется о том, что родители с детьми не разговаривают, родители проблемами детей не живут. Педагоги и, скажем, психологи школьные, которые должны как бы отслеживать изменения эмоционального фона там где-то у ребенка, тоже, видимо, не дорабатывают. Тестирование, которое мы проводим среди детей, тоже мы... Ну, есть определенный срез у нас группы риска, с которой мы работаем, но она тоже как бы не совсем здесь к качеству вот этого тестирования. То есть это серьезная глобальная проблема, и если мы не будем все вместе с ней заниматься, мы ее не решим. Мы просто потеряем... Она гораздо шире проблема стоит в республике, нежели вот эта графика. Вы очень серьезную проблему подняли, она действительно очень-очень серьезная. Мы сейчас запланировали проверку вот по... посмотреть и оценить состояние вот психологической помощи в школах, потому что как вот эта работа у нас выстроена, может быть, надо посмотреть и не только психологическое обследование, может быть, нам просто и какие-то там более, скажем, медицинские проводить как бы исследования и выявлять категорию детей, потому что кто поведется у кого... Вот на эти граффити у кого есть интерес, кто, может быть, где-то что-то попробовал, может быть, кто-то хочет заработать легких денег. Но легких денег не бывает. Да, незнание закона же не освобождает от ответственности. Здесь на кону как бы стоит просто будущее и жизнь. Не говоря о том, что есть же такой термин, да, и есть такое движение, что сообщи, кто торгует смертью. Ну, то есть в эти процессы должны включаться все. Здесь не должно быть равнодушных. И если кто-то увидел такую надпись, взрослый человек, он должен понимать, к чему это призывают, как бы, и как с этим надо поступать. А с детьми надо больше разговаривать. То есть сразу можно сообщить в управляющую компанию, и они имеют право сразу прийти, закрасить. Ну, хотя бы элементарно, хоть это сделать. Они обязаны это сделать. Но лучше сообщать в правоохранительные органы, потому что тогда и управляющая компания сразу отреагирует. И мы этот сигнал, получив, будем по нему работать. Спасибо. Возвращаемся к информагентству «Рагнум». Наталья, ваш вопрос. Ну, хотелось бы к экономической теме вернуться. Сейчас продолжается конкурсное производство «Чувашкадетпромбанка». Ранее анонсировалось, что возбуждено уголовное дело по факту банкротства, и оно находится на контроле прокуратуры. Ну, как, впрочем, и многие уголовные дела. На какой стадии сейчас расследование уголовного дела, и каковы шансы у вкладчиков вернуть свои сбережения? Особенно у ТСЖ, управляющих компаний, у которых деньги эти подвисли. Дело действительно находится в производстве. Я думаю, что мы выходим на завершающую стадию. Фигурантов по делу семь бывших сотрудников этого банка и два иных лица, которые занимались, участвовали в этих схемах. Это действительно была целая схема. Ими похищено более 300 миллионов рублей. Это вот то, что сейчас по уголовному делу, ущерб по уголовному делу. Были незаконные сделки с недвижимостью. Они сейчас оспорены конкурсом управляющим. Имущество возвращено. Все имущество, которое установлено, найдено на счетах, оно все будет направлено на погашение тех юридических, физических лиц, которые пострадали. Ну, насколько я знаю, по-моему, с физическими лицами вопрос закрыт. И в сумме застрахованных, страховой суммы, люди, по-моему, получили. Я уточню этот момент. Мы это действительно, дело очень актуальное, очень серьезное. Мы его постоянно контролируем. И я думаю, что в первом полугодии, надеюсь, что мы закончим расследование и предоставим материал, обвиняемым для его ознакомления. Там большой объем достаточно уголовного дела. Там больше около 50 томов. А в каком составе преступления можете итереть сейчас? Мошенничество. Мошенничество. Спасибо. Мошенничество с использованием служебного положения, расстрат уверенного имущества. Следующий вопрос от нашей телезрительницы. Зачитаю, цитирую. Женщина, инвалид третьей группы, ухаживает за своим ребенком-инвалидом с детства. Сейчас он уже совершеннолетний. Но за это женщины не получают установленные доплаты. Насколько это законно? Здесь тоже надо посмотреть на категорию по постановлению правительства. Право на доплату имеет один из неработающих родителей. Если эта женщина, несмотря на то, что инвалид третьей группы, по-моему, вы сказали, это рабочая группа. Если она работает, если она индивидуальный предприниматель или имеет какие-то другие доходы, то она, конечно, не имеет права этой доплатой воспользоваться. Вообще установление этой доплаты носит заявительный характер. То есть нужно просто собрать пакет документов и предоставить в уполномоченный орган. Они примут решение. Пусть то же самое. Если у вас есть заявление, направьте в мой адрес. Мы его рассмотрим. Если там есть нарушение закона, мы его устраним, примем меры. Если нет, мы разъясним порядок и разъясним действующее законодательство. Хорошо. Есть еще один вопрос от людей с ограниченными возможностями здоровья. Он касается организации доступной среды. Практически еженедельно в нашу редакцию поступают сообщения, что маломобильные люди не могут попасть в различные социальные объекты – банки, отделения почты, в аптеки – по причине отсутствия пандусов и подъемных механизмов. Часто они даже не могут выйти из дома, поскольку подъезды не оборудованы специальными приспособлениями для спуска и подъема. А если таковые имеются, то они сделаны для галочки, и реально передвигаться по ним на коляске невозможно. Чем прокуратура может помочь этим людям, и куда им следует обращаться в таких случаях? Это серьезная проблема доступной среды. Это действительно серьезная проблема. Мы по всем обращениям, которые к нам поступают, по этой теме, мы всегда принимаем меры в интересах заявителей. И мы и представление вносим, и если не решается вопрос, мы через суд обязываем восстановить. Речь идет о пандусах. Очень многое. Я даже выезжал, когда в районы принимаю граждан, с такими проблемами тоже приходят. Может быть, действительно, пользуюсь случаем, навести порядок в этой среде. Если нас слушают сейчас, обращайтесь в прокуратуру. Я проконтролирую рассмотрение этих обращений. Мы примем все меры, чтобы у нас инвалиды имели доступ в медицинские, в другие какие-то учреждения, там, где положено. По механизму, кто должен этим заниматься? Этим должны заниматься органы местного самоуправления в первую очередь. А управляющие компании должны поддерживать их в надлежащем виде, очищать их от снега, вовремя ремонтировать. То есть, это проблема, которая требует решения. Мы, прокуратура, с удовольствием подключатся к этой проблеме. Мы ее решим совместными усилиями, я просто уверен. Спасибо. Владимир, Ваш вопрос? Андрей Валерьевич, просто подумали в ходе экологические вопросы. А как продвигается дело по определению хлорного облака в городе Химиков? Есть ли вообще химпром? На Учебоксарске, да. Это серьезная проблема. Причем она раньше не фиксировалась. На протяжении последних семи лет вот этих вот запахов хлора в городе не фиксировалось. Все началось с лета прошлого года. Было таких фактов несколько зафиксировано. По данному факту была проведена проверка. Прокурор направил материалы в порядке статьи 37. Это нарушение экологического законодательства, это последствия с дознанием. Было возбуждено уголовное дело. Поскольку мы столкнулись с определенными сложностями назначения экспертиз, было принято решение, дело было изъято из органов дознания, из производства и было передано в Следственный комитет. На сегодняшний день это дело руководителям Следственного комитета принято решение, оно передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. То есть к этому делу как бы особое внимание, что отрабатывается несколько версий по делу, по причине вот этого вот в том числе проверялись и иные предприятия, которые проверялись прачечные, проверялись предприятия, которые занимаются лакокрасочными продукциями. То есть там, где, ну понятно, химпром, у них система вот этих очистных сооружений, она замкнутая, она как бы в городскую не подключена, не попадает. Но есть как бы ряд предприятий на территории как бы города, которые просто вот от хода производства просто в городскую канализацию спускаются. Таких тоже несколько предприятий. Но все-таки вот проблема, то, о чем вы говорите, это все-таки на сегодняшний день основная версия, это химпром. Это 70-й цех. Вот там действительно, и это установлено, что было аварийное срабатывание как бы техники, была замена как бы датчиков, была замена фильтрационных рукавов, 5 из 320 с физическим износом. То есть это были, значит, нарушения технологической, вот это герметичности вот этой системы технологической. Там было достаточно много нарушений, в том числе, вот, хотя это производство относится к особо опасным, они не были поставлены в реестр особо опасных объектов, сейчас они уже стоят как бы там, а это не позволяло Ростехнадзору соответствующим образом проводить проверки, как бы, потому что объект там не зарегистрирован. Это серьезная проблема, мы и занимаемся плотно, я думаю, что мы примем меры. Эта проблема, она обнажила еще ряд проблем. То есть там есть в санитарной зоне, в городской черте несколько лабораторий, которые обязаны в течение круглосуточно наблюдать за состоянием атмосферного воздуха. И вот этих выбросов было несколько, мы знаем. Сейчас все факты, они собраны, все материалы приобщены к уголовному делу, и они все будут, им дана каждому факту, оценка в рамках расследования уголовного дела. Ну вот люди фиксировали, передвижные лаборатории фиксировали превышение вот этих нормативных, а лаборатории, которые должны это фиксировать, стационарные, не фиксировали. То есть я думаю, в рамках уголовного дела мы еще и дадим оценку действиям должностных лиц контролирующих органов. Там было совместно мы с Волжской природоохранной прокуратурой, она тоже подключилась к этому проблему, мы массу выявили нарушений, начиная от того, что не все, нет у нас полного перечня предприятий, которых используют хлор, я имею в виду вот в Новочебоксарске. То есть вот это вот перечня предприятий, их как бы не существует. То есть здесь как бы есть проблема. Жалобы, которые от граждан поступали в администрацию Новочебоксарска, они не были направлены в уполномоченные органы для разрешения. Здесь мы это все устранили. Нет у нас как бы по самому химпрому, значит, нет у них алгоритма действий в изменяющихся погодных условиях. Потому что вы помните, это мороз, это низкое давление, как бы и у нас вот это вот идет, вот эти выбросы. То есть мы в комплексе занимаемся этой проблемой, я думаю, что мы ее решим. Вопрос тоже находится у нас на контроле. Вот в принципе все меры приняты, мы сейчас и знаем, что там есть рассмотренные все меры реагирования, там и дисциплинарная ответственность, люди привлечены к административной, ну уголовно-правовой ответственности мы дадим по результатам расследования уголовного дела. Получается, все намного глубже, чем просто определить, кто выбросы сделал. Да, да. Надеемся, что в городе Новочебоксарске удастся действительно все навести порядок. И то, что вы озвучили, для нас тоже намного... Открытие. Многие вещи открытия. Многие, да, открытие. Да. Андрей Валерьевич, этот год у нас предвыборный. Впрочем, и в прошлый был, но этот немного будет ярче в плане того, что это многопартийность, это отношение... У каждой партии свое отношение к справедливости, к выборному законодательству. Как прокуратура будет себя вести, как она будет следить за тем, чтобы не нарушали ни информационные пространства, ни предвыборную агитационную тематику. Но, как правило, практика подсказывает, что после выборов начинается основная еще работа, когда начинают подводить итоги. Вот про этот год ваши отношения, как прокуратура будет себя... Будет контролировать этот процесс? Ну, эти же выборы, они не первые. То есть алгоритм действий, он, в принципе, выработан уже и предыдущими выборными кампаниями. Есть налажено взаимодействие межведомственное, есть внутренние приказы об организации дежурства на выборах, сбора информации, рассмотрения обращений, жалоб. То есть по всему спектру мы подключаемся на ранней стадии, еще с момента формирования списков, как бы смотрим, чтобы там не было кандидатуры, которые там не должны... Которые не соответствуют критериям, которые там... То есть мы работаем в полном объеме предоставленных полномочий и реагируем на нарушение законодательства просто на всех стадиях. То, что вы говорите после выборов, да, у нас, к сожалению, были факты зафиксированы, такие, что у нас и были совершены преступления членами избирательных комиссий и даже председателями. И сейчас у нас ряд уголовных дел расследуется по этому поводу. Лица установлены. Там просто есть определенные сложности в проведении подчерковедческих экспертиз, ну, просто вот чисто в методике расследования. Это тоже такая, как профилактическая мера о том, что любое нарушение закона, оно не останется безнаказанным, и мы на это закроем глаза. В принципе, это как бы есть. Я думаю, это тоже для членов избирательных комиссий. Они должны как бы ответственность свою как бы знать и чувствовать. Это не только права, это еще как бы и серьезная ответственность. Поэтому основная наша задача – это не быть втянутым в политические процессы. То есть мы должны объективно, максимально эффективно как бы надзирать за соблюдением законодательства всеми партиями, кто изъявит желание участвовать в этих выборах. Спасибо. В прошлом году власти серьезно взялись за водоснабжение. Началась проводиться инвентаризация трубопроводов, сетей. Впереди инвентаризация водонапорных башен. Вот на этой неделе произошел большой резонанс в Убатырево, где то ли рухнула, то ли была демонтирована одна из водонапорных башен. Какова у вас информация по данному поводу? Что вы планировали в связи с этим? Действительно, как бы факт такой был. Вот с этой водонапорной башней мы попали в СМИ, по-моему, даже в федеральную повестку. Это повод как бы посмотреть вообще состояние этих водонапорных башен и к вопросам обратиться, вот вопросы водоснабжения, водоотведения. Это очень серьезные вопросы, они жителей очень беспокоят. И состояние как бы сетей, и вообще как бы, ну, начиная от состояния, и кончая тарифами и качествами воды. Поэтому мы в комплексе будем заниматься, я уже дал поручение, мы все водонапорные башни, которые посмотрим, проверим, посмотрим их состояние, посмотрим, у кого они на балансе, кто их должен содержать и как они выполняют свои обязанности. И, опять же, при выявлении нарушений мы, конечно, примем меры реагирования. У меня маленький вопросик тоже есть. Давайте, вот на этой неделе экстрадирован бывший глава Породор Волга, экс-спикер Горссобрания Чебоксар Сергей Гаврилов. Вот какова дальнейшая процедура по его делу? Там есть два уголовных дела. Одно уголовное дело в суде. Там есть приговор, постановленный, как бы, от исполнения, которого он скрылся. И есть еще уголовное дело, которое приостановлено по факту мошенничества, которое было приостановлено в связи с тем, что он скрылся. Поэтому сейчас, как только его сюда экстрадируют, эти дела будут возобновлены. По первому делу он будет отправлен отбывать на назначенный срок, а второе дело уже смотреть его дальнейшую перспективу, и он по совокупности преступлений получит новый срок. Хочется вернуться к ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году вся страна отмечала 75 лет со дня победы Великой Отечественной войне. Этих людей, на самом деле, не то что в Чувашии, по всей России уже осталось очень мало. В этом году в Чувашии проходит год, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Этим людям, мне кажется, которые завоевали для нас победу, это вообще бесценный их вклад. Не то что там нарушать их права, им вообще все просто так уже должны приносить, но тем не менее права даже такой категории граждан нарушаются. Скажите, пожалуйста, в прошлом году и в этом году с какими основными проблемами сталкивались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, и с какими вопросами продолжают до сих пор обращаться? – Ну, это, конечно, и ремонт аварийного жилья, там, где это выплаты положенные, которые им, есть какие-то задержки по выплатам, это какие-то социальные. Ну, в целом у нас вот эта вот категория, у нас есть перечень ветеранов, которым положены, вот мы по каждому персонально эти все отрабатываем. Если где-то есть какие-то нарушения, на которые, может быть, мы пока не отреагировали, пока есть время, вот до 9 мая, вот у меня тоже просьба, если у вас есть такие обращения, вы направьте в мой адрес, и мы организуем проверки. До 1 мая я вам обещаю, все вопросы мы снимем. – И следующий вопрос хотелось бы затронуть по предпринимателям. – Прошлый год для них был очень тяжелым, как и для многих сфер жизнедеятельности. Вот с какими проблемами они обращались в прошлом году и сейчас с какими обращаются? Стало полегче чуть-чуть, вот ощущается это? – В плане поддержки предпринимательства был достаточно широкий перечень мер. Проблемы, конечно, есть. Проблемы у предпринимателя, они, может быть, сейчас несколько иного плана. То есть им в прошлом году это был вопрос выживания, потому что были ограничительные меры, многие не работали, приостановлены, особенно это касается сферы малого-среднего предпринимательства. Это финансовая поддержка, налоговые льготы. Сейчас примерно все открылись, есть возможность, не все могут, потому что те льготы, которые были, там разные. У предпринимателей очень много вопросов, и некоторые они могут решаться только на уровне изменения законодательства. Кто-то не попал в этот список, которому оказывается адресная помощь. Где-то органы местного самоуправления поднимают аренду в разы, где-то считают от кадастровой стоимости удержание платежей, которые выше рыночной стоимости. То есть очень масса вопросов. Вчера буквально проводили прием совместно здесь с уполномоченным по правам предпринимателей. Мы это делаем регулярно. Стараемся помочь, стараемся вникнуть в проблему. Но, конечно, проблем много. Есть проблемы общие, они систематизируются, которые требуют принятия каких-то решений на уровне республики. Есть те, которые на федеральном уровне надо корректировать законодательство и практику. Поэтому по мере возможности мы стараемся. У нас очень активный уполномоченный по правам предпринимателей, он в курсе всех проблем, и он очень оперативно эти проблемы до нас доводит. Мы делаем и выездные приемы, и, в принципе, держим руку на пульсе, стараемся им помочь. Потому что эта категория, это же тоже не просто проблема предпринимателей. То есть, с одной стороны, это рабочие места. У нас ведь не секрет, что в республике очень резкий рост безработицы произошел. Если у нас на начало прошлого года было 4,5 тысячи, где-то около 5, то у нас к сентябрю уже 29 тысяч безработных было зарегистрировано. Это сейчас, она плавно стала снижаться, немножко мы выходим на 15 тысяч. То есть, это, но это все равно. А малое и среднее предпринимательство – это рабочие места. Это собираемость налогов. У нас в этом году тоже большая сумма. Но это здесь были и налоговые ограничения по удержанию, и налоговые проверки не проводились. Людям просто давали возможность. То есть, не собрали налоги, значит, недополучил бюджет. Значит, у нас незащищенная категория. То есть, это вот целый круг проблем. Нельзя говорить, что проблема предпринимателей – это только проблема предпринимателей. Мы это рассматриваем как круг больших проблем, которых значительную часть населения республики затрагивает. Поэтому стараемся здесь работать в полном взаимодействии и оперативно. Мы, кстати, подсчитали. Каждый 26-й жаловался в прокуратуру в республике Чувашия. Каждый 26-й? Да. Но не про это. Не бояться. Теорема доказана. А что пандемия внесла лично в вашу жизнь? Может быть, появились какие-то новые? А чего-то отказаться пришлось и стала тоже привычка уже. Что-то появилось новое. Может быть, как миллионы людей вы в смартфоны тоже ушли, чего не было, например, раньше, до пандемии. Вот о привычках и как вы лично перенесли этот трудный год? Ну, как-то... Да как все. Это же ограничения. Они же всех касались. И масочный режим касался всех. Конечно, надо было в этот период какие-то корректировки вносить в организацию работы. Потому что, я говорю, у нас люди... Точно так же мы не существуем отдельно. То есть, у нас тоже люди болели этой инфекцией, коронавирусом тоже. Поэтому есть какие-то, может быть, не совсем привычные, может быть, людям не совсем удобные формы приема граждан, что мы принимаем, как бы это обязательно в маске, обязательно в социальной дистанции, обязательно там с обработкой, с дезинфицированием. Вот. Поэтому, ну как, работа есть работа. Может быть, реже с родственниками стали встречаться? Реже ходить в кино, в театры? Ну, кино, да, определенно. Да, был период, когда у нас как бы это было закрыто. Были закрыты у нас и бассейны, и спортзалы. Поэтому мы тоже эти обсуждали на оперативном штабе. О том, что особенно, когда уже в осенний период очень активно люди занимались на улице. Но когда стало холодно, и мы, чтобы вот люди с сезонными, простудными заболеваниями, потому что, ну, спортсмены, они и так к своему здоровью относятся бережно. Они, это та категория людей, которая не будет, то есть они, наоборот, заинтересованы соблюдать вот эти вот. Мы пошли на меры, мы открыли фитнес-залы, мы открыли бассейны, и дали возможность людям поддерживать здоровье. И, в принципе, это как-то серьезно не отразилось. Вот на вспышках мы не наблюдали. То есть я все-таки считаю, что вот это поэтапное снижение ограничительных мер, оно, мы его прошли нормально, взвешенно. Спасибо. Несмотря на такие глобальные изменения для всего мира, насколько я знаю, работа вашего ведомства, она сильно-то не изменилась во время пандемии. И прием граждан так и продолжался. Да, да. Как проходил прием? И действительно ли вообще даже не было такого периода, когда в какой-то период люди не могли к вам прийти с вопросами? Нет, такого не было. Мы предусмотрели разные формы приема. Мы организовывали и горячие линии, можно было обратиться, можно было обратиться в электронном виде, можно было. Я ни разу не прекращал прием, то есть каждый вторник с 14 часов я принимаю граждан. То есть люди приходили, может быть, в какие-то дни было меньше, но просто вот, видимо, люди опасались выходить на улицу, быть в общественных местах. А так мы как бы проводили приемы в режиме ВКС, принимали вот и в бизнес-центре, как бы с уполномоченным по правам предпринимателей. Поэтому мы, это же тоже такой обмен, как бы информация, это обратная связь. И любое, как бы, любое обращение мы рассматриваем как повод посмотреть на проблему шире. И если там с этим, может, если это не частный вопрос, а вопрос, который касается неограниченного круга лиц, там, конечно, есть основания задуматься и как-то принять меры, которые, может быть, вот человек, не все же вот сразу там идут, как бы, и эту проблему доносит. Кто-то, может быть, терпит, кто-то думает, что, может, проблема и так решится. Поэтому мы абсолютно были открыты, и мы открыты до сих пор. Поэтому со всеми проблемами жители пусть не стесняются и не боятся обращаться в прокуратуру. Спасибо, Андрей Валерьевич. Спасибо, коллеги. Дорогие телезрители, все вопросы, которые вы оставляли на горячей линии национального телевидения, которые вы присылали в редакции информагентства «Рыгнум», газеты «Советская Чувашия», мы все их передадим в аппарат прокуратуры, и в течение 30 дней вы на них получите ответы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова